так здорово я опять долго не это ну сами понимаете дела и дел нет вообще ну то есть на самом деле нету их у меня просто так звук проверял этими звуками я короче такой прошлый когда все снял две серии я же по трет записывал а выложил три вообще потому что одна которая два с половиной был тупеж просто я там не мог ключ найти ёбаных много лет главное это задание было настолько не очевидным и тупым ладно не будем винить за эту не игру за это не игру не меня потому что я тупой это понятно а вот игра тупает тоже понятно но мне эта игра нравится поэтому хорошо можно и по ключи попрятать о значит слушаю такой чем мне с голосом я короче поставил это знаете это как штатив для микрофона наверно но я на него закрепил петличку и вообще это не кран для микрофона тип это для лампы это лампа такая короче странная конструкция и на ней сейчас висит петличка она еле держится может наклониться надеюсь не наклониться в общем и я поднял в этой впроке короче петроид аудио потому что звук был как на прошлом микрофоне может на прошлом микрофоне можно было так подкрутить в самом микрофоне но я не уверен звуковая карта идет долго спасите реально просто гипер долго идет жаль я надеялся уже скоро и путь чтобы начать записывать по регулярнее не хочу записывать много и взять сколько я уже все короче короче забудьте в общем насколько я помню нас вайс позвал куда-то до или нет и когда я последний раз сохранялся не член поместья значит возможно это был кто-то из деревни точно не к я ведь тогда мы сидели на чердаке может постарилась с кем-нибудь к обязательно спрашиваю когда приеду эй кацураги знаешь нам сейчас надо будет разделиться а это еще зачем я собираюсь зайти кое-куда но если пойду с тобой то необходимые мне заведение необходимо мне заведение закроется ну хорошо что то не так нет все хорошо приехали а я думал нет еще в стороне это похоже что никого не кончается еще никак даже намека наконец нету бля там соукс ходят чекайте глаза разного цвета ебать хомстаг отсылки и мы на самом деле просто так скорее всего что же полагаю тебе это блять нет не стой слава господа и закрыл браузер я думал что тут напишет было бы не очень удобно что же полагаю тебе это понадобится мистер циммерман дает вам немного денег тут хватит на покупку кондитерских кондитерский изделий до трудности перевода возможно или это изначально русский язык я уже не знаю тут хватит на покупку кондитерских изделий наверное на всех должно хватить можешь себе что-нибудь взять спасибо что же тогда я пойду помнишь куда идти ага буду ждать тебя здесь пройти к фан подойди к фонтану когда закончишь чуть 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 тут как бы близко уже конец потому что сейчас я это чую именно из-за трудностей перевода видимо кто-то не сильно работал над текстом под конец игры так ты кто ты похожа на помощь должно быть с отсылкой на другую g rpg шку с этим не помню как называется серый сад что ли он что-то оттуда должно быть поесть бы чего но я сомневаюсь что кацураги бы если бы как бы если бы мы за ними не играли она подходила ко всем это вряд ли тот кто высоко взлетает разобьется в дребезги без возврата прошу не повторяй моих ошибок ладно вниз я еще не закончила тебя просили к фантону подойти когда закончишь они и вниз так что можно было бы вниз и сходить западная улица у нас тут какой чертик чего уставился я не всегда могу разобрать пол тех кто здесь обитает лестница почему она это не пускает меня мне туда не надо куда тебе надо то я куда мне вообще надо может быть вправо все правильно и вентилятор хорошо пошел я просто забыл уже чё там по тексту так идем влево-влево это челик похож на нет он тут просто обычный нпс хе-хе вот и конец ты проиграл ёбнутый на голову ясно о похоже на то что куда мне надо я так полагаю так есть хей да это же сама госпожа браун а он здравствуйте мисс ворхоу тут все пизда отдельные неплохо выглядите спасибо удивительно учитывая что работы последнее время все больше и больше разве дом балайк баре не держит все это в секрете а ну да я ничего не говорила кстати ты выглядишь несколько подавлено все в порядке но не то чтобы очень очередное расследование в этот раз зашло в тупик угол что же такого произошло пропал пирог проблема в том что у единственного подозреваемого железное алиби а улики подтверждают лишь то что пирог действительно был украден причем весьма неосторожно полагаю твоим подозрением и по подозреваемым является мисс даммера вы как всегда буду читать и мои мысли вот очевидно просто на ее счет наши мнения сходятся ну а суда как попало не имею оснований сомневаться в твоей самостоятельности учитывая как легко ты распутываешь самые страшные преступления. Но одной в городе лучше не ходить, тем более скоро стемнеет. Я пришла сюда с мистером Циммерманом. Он ждет меня на главной площади у фонтана. Мне просто нужно было купить сладости к вечернему чайпитью. О, вот оно как. А он почему не здесь? Сказал, что ему надо в какой-то магазин, мол, тот закроется скоро. А, понятно. Тогда не смею вас больше задерживать, юный детектив. Но позволь дать небольшой совет. Постарайся взглянуть на улики с другой стороны. Возможно, ты смотрела только на те, что говорили непосредственно о пироге. И пропустила то, что могло говорить о преступнике. О, я учту это, спасибо. Засим откланяюсь. Удачи, мисс Браун. Зайбок. Ты кто? Ладно, этот человек не хочет со мной говорить. А ты? Господин, как страшно. Познаю статую. Может, тут это спереди надо подходить? Так, здрасте. Желаете что-то заказать? Не совсем. Я хотел бы приобрести выпечку. А, посмотрите на крайнем левом стеллаже. На правом. Если вам будет угодно, можете приобрести наши пирожные. Хорошо, спасибо. Одна из причин, по которой я ненавижу ходить одна, это то, что на мои хрупкие плечи ложится ответственность за выбор. Бе. Конечно, выбрать что-то себе очень легко. А что бы могло угодить всем? Бля, сложно прочитать. Ммм, черничный пирог. Сука. Набор лимонных эклеров. Рулет с маком. Рулеты с маком. Ну, не знаю. Если бы я ел, я бы взял черничный пирог. Ну, я думаю, от этого... Бля. Чё-то зависит. Поэтому я возьму набор лимонных эклеров. Или рулет с маком. Я ненавижу мак. Я ненавижу лимонный лимон. В виде джема варенья. Блядь, я не знаю, что из него делают. Короче, поэтому я возьму лимоны. Всё. Я думаю, они должны зайти. Тут точно хватит на всех. Надо нести аккуратно, иначе всё раскрашу. Точно. Крошки. Ведь пыль с крошками, находившаяся под шифонером, просто так не могла там оказаться. Учитывая чистоплотность... Ага. И её частые уборки. Такое обильное скопление просто невозможно. И кажется, это была вовсе не пыль, а нечто похожее на неё. Ах, точно. Я всё поняла. Вот, пожалуйста. Подождите, вы сдачу забыли. Бля. Нельзя забывать сдачу. На что остальные вещи покупать? Что-то она задерживается. Блядь, я быстро, я мигом просто... Дай обратно, ты чё. Зря... Зря я её одну отпустил. А? 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 Мистер Циммерман. Я знаю имя похитителя. У меня была хорошая жизнь. Скорее, едем назад. У нас тут для преступления, сука. Похититель мистер Эдингтон. Да? Да? А, с чего такие выводы? У меня есть два весомых аргумента. Во-первых, мисс Вернер... А? Не напомните ли мне рост мистера Эдингтона в футах? Не меньше шести, полагаю. Кремности не находятся на расстоянии пять футов от земли. Как раз на расстоянии вытянутой руки. Во-вторых, ещё более весомые доказательства заключаются в том, что я... Эээ... Обнаружила... Я обычно L пишу. Вместо L пишу O. Чисто по приколу, потому что смешно. Заключается в том, что я обнаружила при обыске гостиной. Под книжным шкафом я обнаружила крошки, перемешанные с пылью. Бе. Прошу попридержать высказывание... Высказывание недовольств. Зная о чистоплотности мисс Вернер, нельзя допустить, чтобы эта консистенция появилась там раньше сегодняшнего дня. Простите, но что это доказывает? Думая об этом, я кое-что поняла. Это была вовсе не пыль, ибо такое количество не могло скопиться за такой короткий промежуток времени. На самом деле, это была шерсть. Хе-хе-хе. Меня раскрыли. Сука, кот. Чмошник. Но почему? Подлый обманщик. Как вы только посмели так осквернить труд, уважаемый мисс Вернер. Ну, эм... Тем не менее, если вы настаиваете на дуэли, то... А-а-а-а. А-а-а. Образуемтесь. И вообще, я без перчатки не... Не камильфо. Ой, ой. Выбрать его, блядь, надо. Господин Циммерман, я на такое не подписывался. Ах, где? Да что ты? А я принимал участие в всем сомнительном плане до тех пор, пока дело не дошло до рукоприкладства со стороны 12-летней девочки. Что ты вообще за воспитание ей дал? Ай-яй-яй. Чего? Да я тоже ничего не понял. Как будто я знал, что до этого дойдет. Что вы оба вообще несете? Повежливый, госпожа Браун. Вот пусть ваш наставник и объяснит. Я ногой, блядь, трясу, поэтому голос иногда дрожит. Я ей просто это... Что-то хорошее настроение у меня в последнее время. Относительно. А-а-а. Повежливый, госпожа Браун. Вот пусть ваш наставник и объясняет, кто тут пирог украл. Упс. Этот. Да не крал его никто. В каком смысле не крал? Прости, Анаморин, но мы его уронили. Чего? И ты молчал? Простите, мы правда не ожидали, что все так далеко зайдет. Вот не был бы господин Циммерман таким неуклюжим. Да ничего бы не произошло, если бы ты меня не толкнул. Я уже совсем ничего не понимаю. Блядь, наоборот, как раз все стало понятно. Ну, так получилось, что буквально за несколько минут до пяти часов я зашел к Вайсу за кое-какими бумагами. Потом он вспомнил, что оставил их в книге на столе, что лежало в гостиной. Мы спустились, обнаружили пирог, а необходимая нам бумага застряла под тарелкой, и мы просто были вынуждены поднять его. Но она оказалась не той. Поэтому, поэтому я искал ту самую в книге. Ближе к делу. Ну, я споткнулся. Мисс Вернер, мы глубоко сожалеем о содеянном. Прошу, извините нас. Нам и правда стоило сказать раньше. Признаться, Вайс, я о нем уже и забыл. А вы тут такое устроили. Думаю, тебе стоит пойти за ней. А я пока возьму на себя труд излечить раны мистера Эддингтона. Хоть кто-то тут обо мне думает. Хорошо. О, теперь мы играем за скелетрона, ебаный в рот. На это нет времени. Так, а куда мне надо идти-то, ебаный? Не понял ничего. Это не время. Сюда? Нет. Ух, в библиотеку-то мы попадем в этом году? Или нет? Это в следующей главе только. На это нет времени. Куда ты? Куда мы? Куда вниз? Зачем ходить на улицу? Устики, перешагни, пожалуйста. О, входим за ворота. Опа! Здрасте. Ну и почему ты молчал? Я искренне надеялся, что все об этом забудут. На деле, так и произошло. Забыли все, но не ты. Обидно, знаешь ли. Прости, я видел, что ты расстроилась. Так что, хотел извиниться сразу же, как только мы встретимся. Но ты так быстро утащила меня в кабу. Что я ей снова выговорить не успел. Сложно читать. Мне жаль, честно. Ах, кстати. А? Это тебе. Что это? Что-то, что могло бы искупить мою вину. Но ее снижение подарками не выклинчить. Я и не пытался. Блядь, как это читать? Слишком много. Как это? Давайте придумаем для этого термин. Я не знаю. Реалистичности текстового диалога. Надо как-то это заменить и придумать, потому что его мы увидим еще уйму. Просто. Просто уйму. По-моему, очень много ее в Ангеле Кровопролития. Поэтому, поэтому, да, будет много. Будет много всего. Я знаю, что... Ой, я прям даже заулыбался, когда понял, что мне еще перепроходить это чудо и это чудо и вообще проходить все новое, новое, новое и вообще все будет круто. Я знаю, что твои не так давно сломались. А эти, к тому же, необычные, но ты это проверь потом, когда останешься одна. А в этом есть смысл. Какая недоверчивая. Может, и есть. Блядь, часы я что-то пролистал опять, я забыл все, что читал. Вы ведь, мисс Браун, в суеверие и приметы не верите? Полагаюсь лишь на точность логики, так что объяснение я опущу. Иначе за мою наивность я рискую испытать ваш гнев в еще большем объеме. я уже и не злюсь. Спасибо. Тогда давай вернемся в поместье, становится холодно, не находишь истинно так. Да, пейринги. Я уже чую пейринги. А, это этот-то дебил, который библиотекой у них заведует или да? Выходит, этим все и закончилось? Ну да. А вы чего ждали, мистер Коуман? Неужели думали, что мы вот так вот уйдем в закат? Отнюдь. Я рад, что больше никто под вашу тяжелую руку не попался. Не особо на комплимент похоже. Прошу прощения, так что необычного было в тех часах. А, да так, музыкальная шкатулка. Шкатулка? Да, незаметный механизм, приводящий ее в действие, был прямо в часах. Вот оно как. Вижу, я вас утомила. Что вы, ничуть. Тем не менее, время и правда позднее. Полагаю, что мне стоит отправиться спать, ибо я не могу возложить на вас труд транспортировки моего спящего тела в опочивальню. как вам будет угодно мисс Браун? А я должен сдержаться в библиотеке. Ты в ней, блять, живешь, видимо, я вообще не понимаю, как так можно. Вижу, во время моего отсутствия тут побывал Кай. Совсем немного. Ну, думаю, что могу предложить вам свою помощь. А, блять, но думаю, что могу предложить вам свою помощь. Ну, уж нет. Прошу, идите спать, иначе мистер Циммерман немедленно выругает меня за то, что я лишаю вас заслуженных часов сна. В таком случае, спокойной ночи, мистер Коуман. Хороших снов, Кацураги. Спасибо за чудесную историю. Прекрасно, блять. Спасибо, что прошли эту игру. Блять, да на здоровье, я и буду вообще проходить эти игры. Пароль от бонусного архива. Подожди, не, там же не будет спрайтов, как в хентайновеллах, да? Я надеюсь. Список композиторов указан в Ридми. Не забудьте прочитать. Конечно, 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 прочитаю. Конец первой главы. Ну, композитор, типа, музон так-то хороший, но часто повторяется и иногда, когда мы с вами искали ключи, он, по-моему, в некоторых местах очень долго играл и это прям уже начинало на уши давить. Ох, 23 минуты. Вообще, так я и планировал снимать, но почему-то я снимаю намного дольше, потому что считаю, что мы не очень много-то и прошли. А вообще такие есть. Сегодня, вот за сегодня мы что-то сделали, вы поняли? Я нет. За сегодня мы сходили в, ну, съездили в город, там встретили бабёву какую-то, побазарились с ней, потом пришли, купили эклеры, поняли, кто ворюга, и пришли в поместье обратно, приехали и устроили общий допрос, где отпиздили кота розгами и там, я не знаю, ещё что, получили часы, рассказали историю Исси и... да и всё, блядь, всё, игра кончилась. Ну вот. Короче, это была первая глава. Игра совсем новая, можно сказать. Поэтому будем ждать новых глав. Я надеюсь, вам также понравилось. Пока, правда, мне эту игру не особо смотрят, я думаю, потому что она ещё популярность не возымела. Но, думаю, вскоре должна. Потому что она очень хороша. Такая, типа, она даже не то чтобы интересная, она уютная. Вот я так бы сказал. Привязываешься к персонажам, потому что у них характеры все такие разные, блядь, они такие хорошие все. Вот, в общем. Надеюсь, правда, тут, типа, тут какой-то странный романтическая линия какая-то странная пошла. Я это немного стремаюсь, что дальше будет. потому что слишком, слишком странно. Так, ну ладно, я тогда пойду сейчас буду смотреть, что ещё можно записать, но не сегодня, завтра тогда уж. Раз завтра у меня и так свободный день, то посмотрим, что я могу записать. У меня есть ещё много-много игр. Мы посмотрим, что можно. Думаю, надо выбрать сначала что-нибудь такое относительно, популярное. Всё. Всем спасибо за просмотр. До субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok